При оптимальном кодировании хотелось бы оценить, насколько оптимальным получился код. Для этого можно использовать следующую проверку кода на оптимальность. Одним из основных показателей для оценки оптимальности полученного кода является коэффициент относительной оптимальности. Он вычисляется как отношение минимальной длины кодового слова к средней длине кодового слова. Мы знаем, что минимальная длина кодового слова равна отношению энтропии исходного алфавита на энтропию кодового алфавита. Если бы у нас использовался в качестве кодовый бинарный алфавит, здесь энтропия была бы равна 1, и тогда здесь было бы отношение просто энтропии исходного алфавита на среднюю длину кодового слова. Но, тем не менее, остановимся пока на общей формулировке. То есть у нас идет энтропия исходного алфавита на энтропию кодового алфавита, где m – это число символов в данном алфавите. И средняя длина кодового слова – это сумма вероятности длины кодового слова одного из символов исходного алфавита на вероятность появления символа исходного алфавита. Очевидно, что этот коэффициент относительной оптимальности будет меньше или равен единице. И чем ближе он будет к единице, тем более эффективным считается полученный код. Другая характеристика, которая может нам позволить оценить оптимальность полученного кода, может быть сформулирована следующим образом. Код тем ближе к оптимальному, чем меньше различаются вероятности появления различных символов кодового алфавита в закодированном сообщении. Ну, если у нас используется, например, бинарный код, тогда, соответственно, можно прочитать этот код тем ближе к оптимальному, чем меньше различаются вероятности появления нулей и единиц в закодированном сообщении. Рассмотрим следующую формулу. Вот, предположим, у нас есть некоторый кодовый алфавит, обозначим его символы b, b малые, и этих символов у нас m большой штук. Есть у нас некоторый индекс j, которым мы можем правильно нумеровать, b первое, b второе, b третье, b m большое. Это у нас относится к кодовому алфавиту. Среднее число появлений какого-то символа, вот, житого, может быть определено следующим образом. Мы берем сумму. Сумма у нас проходит по всем символам исходного алфавита. Все символы исходного алфавита закодированы в виде символов кодового алфавита. И количество этих символов, это вот m и t житые. И, естественно, у нас вероятность встретить символы исходного алфавита разная, поэтому мы учитываем эту вероятность. То есть мы пробегаем в этой сумме по всем символам исходного алфавита и перебираем вот эти кодовые слова. Каким образом они закодированы, учитываем вероятность встретить символ исходного алфавита и это даст нам среднее число появлений какого-либо из символов кодового алфавита. Ну, например, нуля или единицы, если мы используем бинарное кодирование. Рассмотрим оценки оптимальности применительно к годовоичному кодированию, как наиболее распространенному. Здесь мы рассмотрим с вами два признака. Первый признак – это средняя длина кодового слова. Код будет считаться оптимальным, если эта средняя длина кодового слова приблизительно равна энтропии кодируемого исходного алфавита. Приблизительно будем понимать с точностью до 10%. Это первый признак. А второй признак – это среднее количество нулей и единиц. Напоминаю, что у нас бинарный алфавит. Среднее количество нулей и единиц в кодовой последовательности должно быть приблизительно одинаково. Выразим это посредством следующей формулы. Вот у нас количество нулей, количество единиц. Почитать мы можем по той формуле, которую только что с вами рассмотрели. То есть вот у нас есть сумма по всем символам исходного алфавита, вероятность встретить тот или иной символ исходного алфавита и, соответственно, количество нулей в коде каждого отдельного символа, каждого и того символа. Ну и такая же запись для единиц, которые встречаются в кодовом слове исходного алфавита. Ниже дана формулировка, в смысле расшифровка данных переменных. Смотрим на примере. Предположим, у нас есть некоторый исходный алфавит, который состоит из шести символов. Вероятность встретить тот или иной символ отличается. Ну и как мы с вами уже условились, кодовый алфавит у нас двоичный. То есть состоит из нулей и единиц. Первое, что мы сделаем для удобства. Упорядочим символы исходного алфавита. Здесь же представлена вероятность встретить тот или иной символ исходного алфавита. И записаны его коды. Код каждого отдельного символа исходного алфавита. Эти коды были получены с помощью метода Шинона-Фоно. Можно, кстати говоря, здесь обратить внимание на такой момент, что символ, у которого вероятность встретить выше, у того символа код меньше. А тот символ, который встречается довольно редко, как, допустим, символ А6, у него код, наоборот, содержит большее количество элементов. Количество кодовых символов. Количество кодовых символов для удобства представлено в четвертом столбце таблицы. Здесь количество нулей и количество единиц в кодовом слое. Посчитаем энтропию исходного алфавита. Для этого воспользуемся формулой Hartley. Энтропия исходного алфавита у нас равна 2,23 битам на символ. Средняя длина кодового слова у нас равна 2,35 двоичным символам. Таким образом, первый признак у нас выполняется. Разница у нас меньше, чем 10%. Если же мы посчитаем количество нулей и единиц, среднее количество нулей и единиц, то получим следующее значение. Среднее количество нулей у нас равно 1,25. Среднее количество единиц 1,01. Второй признак выполняется хуже, но тем не менее можно сказать, что в принципе этот код, эти показатели являются довольно-таки приемлемыми.